Всем привет! Сегодня мы находимся в одной из московских студий Пилатеса, где все занятия проходят с использованием специальных тренажеров, созданных по чертежам самого Джозефа Пилатеса. Почему занятия на тренажерах полезно, расскажет и покажет владелец студии Пилатес во имя Натса, Мила. Когда мы открывались, наша цель была ставить как можно больше удовольствия от занятий и принести здоровье людям. Поэтому сегодня мы с вами будем заниматься как индивидуально, так и в групповом формате. Это те занятия, которые представлены в нашей группе, которые работают с вами на большом оборудовании и с малым оборудованием, таким как маленькие гаджеты или пропусы, мы их называем. И цель наших уроков в том, чтобы улучшить подвижность позвоночника, двигаться во всех плоскостях максимально разнообразно, максимально гармонично и естественно, что отсутствует, к сожалению, в классических фитнес-тренировках. А также наш сегодняшний комплекс будет включать упражнения для улучшения подвижности позвоночника и мы сможем продемонстрировать все возможности наших тренажеров. Поднимай, пожалуйста, левую ногу с урублых коленей и надевай его на петлю. Прекрасно. Это есть такой, когда ты дальше, чтобы его руками были залезы, металлические стойки. Ты его прям просто придерживаешься, это даст тебе больше стабильности. И сейчас твой позвоночник вытянут, стопа дали в пизинку. От макушки до седающих косинок ты вытягиваешь позвоночник, как ленточку длинную ногу, пока держи и прижимай ее в таз. Теперь сгибай, пожалуйста, в вторую ногу с коленей и клади ногу в петлю. Твоя задача – оставить тазовые кости все время прижатыми. Боктями потянуться слегка на левушку и прочувствуй, что грудная лица, наоборот, немножко смягчится от этого движения. Она словно полкубля остановится. Ты вытягиваешь длинные ноги вперед, как будто бы хочешь ногами потянуться до зеркала. Еще тянешь длинные, длинные, длинные. Ноги проталкиваем ими в петли, петли не сильные. Ты сильно справишься, что вытягиваешь длину, 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 длину. И почувствуй, что от того, что ты ногами давишь в петли, таз словно чуть сильнее погружается в поверхность пола. А в пояснице появляется легкий, естественный изгиб. Как когда ты находишься в положении стоя? Вот теперь твоя задача – позволить ногам подняться, но положение таза не изменить. Ноги двигаются вверх, прямые, а таз остается внизу. И ты можешь прям представить, что таз как будто в противоположную сторону прокручивается от ног. И снова прямые ноги опускаешь полностью вниз, вытягиваешь длинные ноги, как будто бы ты хочешь дотянуться с ногами до зеркала. Разве задача все время вытяжения всего тела создавать. И сохраняя таз погружен, ноги двигаются вверх, от того, что пружины их поднимают. А таз как будто бы в обратную сторону слегка проворачивается до ощущения протяжения позорной поверхности вёдер. Есть? Ага. И продолжает двигаться так же. Вниз на выдохе, вытягиваясь ногами полностью. И твоя задача в этом упражнении обучится вытяжению позвоночника и подвижности таза, как будто бы тазовые кости подскользуют в него вёдер. Снова двигаются ноги вверх и прям повторяешь таз в противоположном сторону вращаясь. Так, чтобы максимально упрямилась задняя поверхность ног. Повтори еще два раза такое уже движение. Что ты чувствуешь? Какое-то необычное ощущение. Что-то другое задвигалось. Совершенно так. Еще один раз. И в следующий раз, когда ноги поднимутся, ты оставишь их наверху. Позволяйте тазу так же проворачиваться в обратную сторону. Теперь через стороны рисушку гейморали. Так, чтобы таз снова остался полностью погружен. И головная клетка тоже оставалась мягкой. Снова ноги двигаются вверх. И через стороны попругу опускаешь. И вот это ощущение лягкости грудной клетки и стабильности таза будет конкурироваться к двойной мышцам живота. То есть у тебя появится такое ощущение целостности тела. И наоборот, свободы в ногах. И повтори это движение. Также еще три-четыре раза. Здесь в пылатесе мы чаще работаем над тем, чтобы наше движение было много и разнообразно. То есть наша задача не только обучать мышцы усилению, нагрузке и так далее. Наши задачи считать как можно больше разных движений в разных суставах. И вот теперь в следующий раз остановились и поменяйте направление движения. Обратно в сторону ноги вращаются. И когда ноги сейчас падут наверх, таз снова словно идет вниз. Прекрасно. Упоминаем руку твоей локтя. И тогда выполним еще два раза. И приедем к следующему движению. Ты уже обучилась удерживать таз на одном месте. Но я ставиться на верху. И вот теперь тебе такое задание. Таз остается погружен. Как будто бы эта ложка накроилась на полную гормотой. А твои ноги как будто бы по стене опускаются вниз. Маленькими шажками идут вперед. И цель в этом упражнении это стабилизация таза. Прям до пола. Мы идем немножко, идем, 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 идем. И может быть ты почувствовала, что таз немножко начал двигаться. Вот найди способ выполнить это движение так, чтобы таз остался как лошадь на краю с угловной ногой. То есть нам необходимо, чтобы ты каждую секунду думала о том, что ты будешь делать дальше. Я тебе максимально помогу. Ты почувствовала, да, что я помогаю на упражнении. Ну, тогда тихо по камену очередь сам. Руки ты поставишь перед тобой. И движение начнешь, как будто бы ныряешь рыбкой вниз. Обращай внимание, что таз будет стоять на месте. И когда перекладка дойдет до вертикального положения, ты не выпрямишь, чтобы длину. Затем ногами оттолкнешься, и таз опять будет тебя возвращать. То есть ты должна рыбкой вернуть туда, потом так же рыбкой выдурнуть обратно. Вставай, пожалуйста. Вот здесь. Сразу расскажу, что в отличие. Для нас важно научить человека держать позвоночный крон. Наташа очень красивая фигура, но с точки зрения физиологии, вот тебе сейчас это видно, ее грудная клетка наклонена назад. Ты видишь? Относительно таза. И я бы хотела, чтобы таз и грудная клетка, руки проталкивали вперед. Опускай немножко ребра вниз, без попы пока. Пока без попы, Наташа, вернись ко мне. Стоп. Я пока тебя просто выравниваю. Я тебя сейчас поставлю, тебе покажется, что я тебя вперед наклонила. Держи таз ровно. Представляешь, что я тебя слегка за пояс потянула наверх. Макушкой вниз потолок. Ты видишь, что она стала ровнее? Но это еще не ровно. Вот теперь ты сохраняешь таз, словно я тебе в него, не знаю, по поясу, как песочек запропала. Киваешь головой сверху вниз, слегка. Руки длинные, тянутся вперед. Кивай голову. И ты ныряешь вниз, медленно, позвонок за позвонком. Таз пока еще придерживаем. Ныряем, 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 ныряем. Более шею опускаем вниз, опускаем вниз. Продолжаем нырять. Таз придерживаем вниз. И вот здесь, когда прикладываем с нами вертикально, ты начинаешь выпрямляться от макушки и проворачиваешься дальше и выбры назад. Прекрасно. Стоп. Шея тоже длинная. Умничка. Теперь твои лодышки дали вниз. И таз, как в бриджинге, начинает двигаться вперед тазу и костями. Дави ногами, запускай прокручивание таза. Тылилили. Дави ногами и прокручиваем таз вперед. Дави, 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 дави. Это пока я не сделала за тебя упражнения. Лечь, держи музыку. Обожаю этот эффект. Головный задок сверху вниз. Киваем головой сверху вниз. Продолжаем двигаться. Круглая спина. Как будто ты ныряешь лип и превращаешься в такую кошку. Это и есть упражнение, кошка называется. Теперь выпрямляешься от попы до макушки. Еще прокручивайся дальше, наиболее назад. Руки держи на месте. Еще тазом проворачиваешься. Вот сейчас ровный позвоночник. Теперь лодыжки давят вниз, таз вращается вперед к моей ладони. Вращайся тазом к моей ладони. Тазом, 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 тазом. И вытягиваешься вверх. Смотри, Наташа. Вниз у тебя первая двигается голова, а обратно у тебя первый двигается таз. И до самого конца он будет двигаться. Это важно, потому что иначе у тебя спина не будет дугой. Она у тебя будет вся поломанная. Кивай, говорю, я тебя страхую, да, чтобы ты прилетела. Кивай, мой ладони сверху вниз. Ныряй, 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 стоп. Выпрямляешь позвоночник. Выпрямилась. Умничка, дави ладышками сверху вниз. Вращай таз, не плечки. Таз, заворачивайся в ладонь, костью вперед. В ладонь, костью вперед. В ладонь, костью вперед. В ладонь, костью вперед. В колокольчик вперед, выпрямилась. И до таза ноги, они тебя вернули. Да? Поехали еще. Сейчас я буду меньше тебе помогать. Кивай головой сверху вниз. Прямые руки тебя тянут вперед. Круглой спиной, как будто бы рыбкой ныряешь. Ныряй, 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 ныряй. И стоп. Выпрямила позвоночник. Выпрямляйся. Умничка. Далее ладошины сверху вниз. Далее. И прокручивайся тазом. Молодец. Шикарно. Вытянула сверху, почувствовала прессы ноги. Киваешь головой сверху вниз, ныряешь рыбкой. Я тебе помогаю, да, придерживая твои ладошки. Выпрямляешься от макушки до седалищных бугров. Шикарно. Молодец. Теперь киваешь головой сверху вниз и лобковой костью вращаешься в грудной клетке. Умничка. Плечи широкие, руки плевные. Снова кива головой сверху вниз. Округляешь спину, ныряешь вниз. Удреняешься от макушки. Киваешь головой сверху вниз и круглую спину. И проворачиваешься круглые, круглые, круглые. Умничка. Плечи широкие. Оставили. Позвоночник продолжает тянуться вверх. Спускаем движение еще два раза. Приятно? Угу. Очень. Вытягиваешься от макушки до таза. Нет она отдыха. Нет она в логичном движении. Потому что здесь работа с пружином и собственным телом. Сейчас в следующий раз ты еще больше от таза допустишь движение. Так вот, да? Выпрямились от таза до макушки. Таня. Лодыжками сверху вниз. С таза выращиваешься в таз. Таз. Еще таз. Умничка. Выпрямляешься. Теперь мы с тобой начнем тянуться макушкой вверх и левой рукой в сторону. Создай ощущение. Руки сразу проталкивай чуть-чуть вниз. Что у тебя две ладони расстегиваются в две стороны друг от друга. И приглашают за собой вытянуться лопатки. Есть? Будет тянуться, не сжаться. Теперь ты начинаешь левой рукой удлиняться в сторону. И вслед за левой рукой сразу таз ложится. Тянись рукой и укладывай таз. Укладывай таз. Укладывай таз. Коснись слегка ребра. Нога и таз остаются на месте. Глаза вращаешь налево. Ключицы налево. Нижние ребра налево. Таз держи на месте. И возвращайся обратно. Как конфетку себе заворачиваешь. Опять глаза налево. Улыбайся. Никто не знает, что тебе сложно. И возвращайся обратно. Опять глаза налево. Чем больше ты вытянешь позвоночник, тем ему будет приятнее. Он сейчас работает как губка у тебя. Ага. И правые ребра стоим в длине. Продолжаем. Налево. Удлинилась. Ребрами отталкивайся. И вернулась. Три раза еще. Налево. Удлинилась. Ага. И вернулась. Как конфетка. Ребрами в одну сторону, в другую. Еще два раза. Ага. И удлиняйся максимально вперед. Последний раз. Отлично. Левым руком отталкиваешься и вырастаешь. Молодец. Вверх, 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 вверх. Вверх. Вечер с вами. Адвухай. Мила, Наталья, как вы чувствуете себя после занятия? Просто великолепно. Ну а записаться на класс к Миле можно по ссылке в описании этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok